Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Мы находимся в поселке Лоу Лазаревского района, Большой Сочи. И сейчас будем направляться на экскурсию 33 водопада с Кавказским застольем. Сейчас мы ждем наш джиппинг. Обещали нам форт. Не лазик, а форт. Так что посмотрим. Вот такой вот порт за нами съехал. Там еще едут люди. Надеюсь, будет весело. И первая у нас остановочка. Смотрите, какой замок у моря офигенный. Вообще, первая остановка это тюльпановое дерево. Здесь принято загадывать желание. И в июне здесь растут цветочки, похожие на тюльпаны. Поэтому его назвали тюльпановое дерево. Сейчас подойдем поближе и посмотрим. Тюльпанное дерево 150 лет. И следующая остановочка. Дегустация меда. Вот такая вот красота. Друзья, все видели, как светет у нас, растет? Стервит, банан. Все знают. Вот справа большие лопухи. Это бананчик. Я по надзаборам. Это у нас киви. Киви видите, как светет? Вот как растет киви. Вот они, киви, видите? Пчелки делают мед. Много. Когда молоко скисает, образуются три яруса. Третий самый нижний ярус. Это и есть наша сыворотка. Чтобы приготовить адыгейский сыр, на стадии кипения молока по краям казанка нам нужно будет добавлять нашу сыворотку. Почему именно по краям? У казанка система нагревания какая? Сначала нагреваются края, потом сливы. Будете поближе подходить, чтобы все видеть. Будете добавлять сыворотку по середине, получится творог. Будете неаккуратно расплескивать, а также получится творог. Все нужно делать аккуратно. Сейчас мы подождем, пока начнут появляться первые пузырьки, и первый домок начнут подниматься, и начнем добавлять нашу сыворотку. Творог кто-нибудь готовил? Готовили, готовили. Творог готовил, немножко похожий процессор. Не, масло у меня дольше задавалось, оно взбивало сверху, но это масло я не готовился. Вот первые пузырьки начинают добавляться, и мы начинаем добавлять нашу сыворотку. Точных пропорций сыворотки нет, все делается на глаз. Делается это до тех пор, пока молоко полностью не отойдет от краев. Видите, оно начинает от краев. Хоть оно не будет ходить. Когда молоко полностью отошло от краев, мы начинаем нашу вот эту массу все в одну кучку аккуратно сыр. Мы тоже смотрим. Все это делается аккуратно, чтобы не разорвать ценные волокна. Сразу же можно выключать. Сыр будет небольшой, поэтому мы быстро, если делать большие головки, то процесс будет гораздо дольше. Сейчас я буду процеживать это через дуршлаг. В домашних условиях лучше это делать через какую-нибудь марлю. Больше сыра у вас останется, чище сыворотковые. Сыворотка, которая сейчас стекает, ее можно использовать в повторном приготовлении сыра. Спрессовывать сыр, который мы с вами сделали, также сразу не нужно. Просто оставляете его в том же месте, в котором процеживали. Он всю лишнюю влагу, всю лишнюю сыворотку у себя выгонит. Сразу употреблять пищу его также не стоит, так как в нем еще есть лишняя сыворотка, которая, как я уже сказал, со временем выйдет. Если сразу его попробуйте, можете немножко отравиться. Итак, то, что мы с вами сделали на творог, похоже. Творог у нас какой? Крупинками, рассыпчиками, правильно? Творог вот так вот и точно не поднимите. Сыр мы с вами приготовили. Кто-то любит соленый адыгейский сыр. Сырайте сроки 70 суток, вот что у вас получится. Можете понюхать, он до сих пор пахнет молоко. Как его съесть? Какие у вас варианты? Размочить. 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 Передавайте, да. Видите, видите, видите. Кто-то разворачивает. Вот настоящий чай. Как растет чай, смотрите. Он не пахнет. Вот это вот чайные плантации. Первый раз вижу, как растет чай. Фотографии сейчас будем делать. И вот там вот будем пробовать чай. Мы привезли нас на дегустацию дина. Такое вот кафе. Ну, это не кафе, а дегустационный зал. Кафе за нами. Мы пришли в кавказское застолье. Такое кафе. Вот с такими столами, с ценой. Дали нам карточки. В зависимости от меню. Курица с грибами. Дальше салат с креветками. Дальше овощное ассорти. И шашлык туда входит. Еще картофель фри. Заплатили мы 1500 рублей. И напитки будут уже... Можно будет подходить в течение всего концерта. Я красненькая после дегустации вина. Дальше овощное ассорти. Вот такие виды. Поехали. Держись! Это 33 водопада. Вот такой вот рынок. Нас изрядно облили. Поэтому я не все могла снять. 100 рублей у нас на ход. Ох, как красиво, друзья. Я хочу от всех носки. Пойдем. Вон, смотри, еще водопады. А-а-а. Это очень красиво. Очень-очень красиво. Очень-очень красиво. Юль, давай у меня. Ну, довольно экстремально. Тут, видите, не за что держаться. И тапочки скользкие. И вот по этой лестнице довольно опасно спускаться туда, вниз. Ну, и подниматься тоже опасно. Нам еще вон туда подниматься. Пришли мы вот в такой граффей. Тут уже нам накрывают столы. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok